Всем привет, друзья! Небольшое предисловие перед тем, как начать обзор macOS. Для кого я снимаю это видео? В первую очередь это люди, которые рассматривают для покупки компьютера Apple под управлением macOS и хотят разобраться, стоит ли им переходить компьютер под управлением Windows на Mac. Во-вторых, это видео будет полезно для людей, которые только что купили компьютеры Apple, но еще не знают всех особенностей систем и хотят понять, как собственно с ней работать. Ну и в-третьих, это люди, которые просто интересуются системой macOS, как она выглядит, какой у нее интерфейс системы, что она в принципе может по сравнению с Windows. Идея этого обзора пришла ко мне, когда я собственно сам собирался покупать новый ноутбук. Я рассматривал покупки либо же ноутбуки Xiaomi, либо Mac. С Xiaomi было все понятно, там была старая и привычная Windows, а вот с Mac'ами была небольшая проблема. Я не мог найти более-менее вразумительного обзора именно самой системы, ее интерфейса, что она может. Большинство видео были посвящены либо тому, что появилось нового в новой версии macOS, но не общей системы, либо же это были видео из разряда какая macOS клевая, а Windows плохая, но самой сути системы люди не показывали, а мне конкретно это было интересно. И в общем-то я хочу помочь людям, которые собираются покупать себе Mac'и, чтобы вы не покупали компьютеры вслепую, чтобы вы знали, что вы покупаете и как управлять компьютером. В общем, свою мысль я до вас донес, давайте переходить к обзору, приятного просмотра. Итак, первое, что у нас тратчать при загрузке системы, это рабочий стол. Давайте начнем с него, а дальше уже обо всем по порядку. Сверху у нас располагается строка меню, она доступна в любой момент системы, неважно в какой программе вы работаете. Первое, что мы здесь можем видеть, это логотип Apple. Здесь мы можем побольше узнать о нашем компьютере Mac, перейти в системные настройки, либо же App Store, так же управлять компьютером. Мы можем его перезагрузить, либо же выключить. Далее у нас идет активная программа, которая сейчас закрыта, и все настройки, которые в ней присутствуют. Например, сейчас у нас открыт Finder, но мы об этом поговорим чуть-чуть попозже. У Finder, например, есть такие настройки, как файл, правка, вид, переход, окно, справка. Для каждого пункта у нас есть отдельное подменю, где мы можем управлять программой, и это первое отличие от Windows, где настройка каждой отдельной программы у нас осуществляется в рамках этой же программы. Здесь, несмотря на то, какую программу мы открыли, все настройки всегда будут сверху. Далее у нас располагается системная информация, запущенные утилиты, информация о Wi-Fi, Bluetooth, звуки, батареи, дате и времени. На иконке лупы мы можем вызвать Spotlight для поиска по компьютеру, а также центр уведомлений, где есть открытые виджеты, а также уведомления, которые у нас приходили на компьютер. В нижней части рабочего стола находится док, где мы выставляем все необходимые программы нам для быстрого доступа к ним. Нажав на правой кнопкой мышки по отдельной программе, мы можем вызвать быстрые функции для управления отдельной программой. Также у нас здесь находятся все запущенные программы, например, сейчас у меня включена ScreenFlow, с помощью которой я записываю экран моего ноутбука. Давайте поговорим про навигацию. Сейчас у меня открыто очень много программ, как вы можете видеть в доке, и чтобы мне эффективно перемещаться между ними, а не клацать каждый раз по доку, либо же на активную программу, есть такая штука, как Mission Control. Я смахиваю на трекпаде тремя пальцами вверх, и у меня открываются все доступные мне окна, между которыми я могу быстро и эффективно перемещаться. В Mission Control я могу видеть не только, какие сейчас у меня открыты окна, но также иметь доступ к всем моим рабочим столам. Например, сейчас у меня их два, и чтобы перемещаться между ними, я смахиваю тремя пальцами вправо, влево, и так вот перемещаюсь между рабочими столами. Если я захочу открыть любую из программ, полный рабочий стол, она создастся в отдельном рабочем столе. Чтобы перемещаться между ними, я буду перемещаться как между рабочими столами, и это очень сильно упрощает рабочий процесс и организацию программ. Также помимо Mission Control, в macOS присутствует такая функция, как Expose. Например, если мы вызываем Mission Control, мы видим все активные окна для разных программ, а Expose у нас показывает все открытые окна в рамках одной конкретной программы. Я смахиваю тремя пальцами вниз по трекпаду и вижу все окна отдельно программой Finder. Допустим, хочу перейти в это окно, либо вот это окно. В Windows есть очень удобная функция, где мы можем разделить экран на две активные программы, перетянув одну из них, какую-нибудь часть. Здесь, как видите, такого не происходит. В macOS это активируется немножко по-другому. Мы переходим в Mission Control, видим, что у нас как-то Safari. Также я хочу к ней добавить календарь. Я перемещаю его на рабочий стол и здесь уже могу регулировать соотношение сторон каждой отдельной программы. Если я их хочу разделить, я просто сворачиваю в одну из программ и она переходит на главный рабочий стол. В macOS я могу иметь быстрый доступ ко всем программам, установленным на моем компьютере. Это называется лаунжпад. Чтобы перейти к лаунжпаду, я делаю щипок вовнутрь на тачпаде. И мы переходим ко списку всех установленных программ. По лаунжпаде я могу сортировать программы по отдельным папкам, а также размещать их в любом удобном порядке, как мне удобно. Давайте перейдем к самой главной программе в macOS. Она называется Finder. Это аналог проводника в Windows. Finder – это главный инструмент для навигации по файлам в macOS. Давайте начнем с боковой панели. Здесь у нас располагаются избранные элементы для быстрого перемещения между ними в программе. В верхней части Finder у нас находится панель инструментов, где мы можем регулировать вид файлов, сортировку, создать новые папки, либо же просто посмотреть информацию про любой файл или папку. Данную конфигурацию, которую вы сейчас видите, это то, как я настроил Finder под себя. Здесь вы можете сами настроить то, как вы хотите видеть Finder. Давайте перейдем в строку меню, перейдем в Finder и настройки. В настройках Finder есть 4 основных пункта. Первый – это основные. Здесь мы можем регулировать, например, что показывать на рабочем столе. Допустим, жесткие диски, которые у нас есть на компьютере. Или же мы можем регулировать то, какие новые папки открывать по умолчанию в Finder. У меня, например, это установлено на рабочий стол. Давайте откроем новое окно Finder. Видите, рабочий стол. Сейчас я могу поменять его на документы. Откроем новое окно. Документы. То есть вы можете настраивать все лично под себя. Также в macOS есть очень удобный инструмент. Если вы работаете с большим количеством файлов, он называется теги. Если у вас есть файлы, к которым вам необходимо иметь быстрый доступ, но они находятся в разных папках, вы можете отсортировать их под тегом и потом быстро переходить к ним, нажав на определенный тег. В пункте бокового меню мы можем настраивать, каким элементом мы хотим иметь быстрый доступ. Например, сейчас у меня есть программы, рабочий стол, загрузки и фильмы, но я хочу добавить документы и изображения. И они появляются у меня в избранном на боковом меню. В разделе дополнения мы можем, например, указывать, нужно ли нам показывать все расширения всех файлов или же предупреждать нас при очистке корзины. Также в Finder мы можем настроить панель инструментов. Сейчас я нажму правой кнопкой мышки и, допустим, я хочу увидеть здесь значок и текст инструментов, либо же только текст. Давайте поставим обратно только значок и отрегулируем уже панель инструментов. Как видите, у нас есть большой выбор. Допустим, я хочу здесь добавить удалить и быстрый просмотр. И теперь при любой работе с папкой данные инструменты будут у меня под рукой. В Finder мы можем перейти в боковом меню в раздел программы, где у нас показаны все приложения, которые установлены на нашем компьютере. Здесь мы можем легко ими управлять, допустим, перенести в корзину и приложение удалиться с компьютера. Очень легко и просто. Не нужно заходить в какие-то панели инструментов, искать программу, удалять. Переходим в программу и удаляем, как на телефоне. Моя самая любимая функция в Finder, и я думаю, у многих пользователей macOS, это быстрый просмотр файлов. В macOS, чтобы быстро проверить содержимое файла, вам не нужно полностью открывать этот самый файл. Например, я выбираю вот эту фотографию, нажимаю на пробел, и у меня активируется быстрый просмотр файла. Я снова нажимаю на пробел, и просмотр закрывается. Давайте я вам покажу на примере документа, насколько крут быстрый просмотр в macOS. Допустим, я выбираю текстовый файл, нажимаю пробел, и могу быстренько прочитать все его содержимое, нажать на пробел и закрыть. А если бы я открыл этот файл, нажимаю два раза, у меня открывается Word, вот он открыт, пока он прогрузится, я посмотрел, я закрываю программу, у меня ушло на это секунд семь. С быстрым просмотром я нажимаю на пробел, читаю и закрываю. Это мега удобно. С быстрым просмотром вы можете открывать не только фото или текстовый файл, а также аудио или видео файл. Вот, например, видео о том, что вы можете подписаться на мой канал. Теперь давайте поговорим о том, как делаются скриншоты на macOS. Здесь вы можете делать скриншот отдельной части экрана, отдельного открытого окна, полностью окна, сохранять скриншот в буфер обмена, либо же как отдельным файлом, но давайте сейчас покажу все по порядку. Скриншоты в macOS вызываются через шоркаты, о которых я расскажу чуть-чуть попозже. Например, у меня по сочетанию клавиш Command-Shift-3 я могу делать скриншот полностью своего экрана. Теперь скриншоты MacOS и Mojave появляются в правом нижнем углу, где нажимая на него, я могу его быстро отредактировать и сохранить как мне надо. Например, выберем фломастер, что-то нарисуем и сохраняем на рабочем столе. Также я могу делать скриншот отдельных частей экрана. Например, давайте сделаем скриншот какого-нибудь участка и сохраним его в буфер обмена. Я делаю скриншот, перехожу в мессенджер в Telegram, нажимаю Command-V, вставить, и сразу отправляю скриншот. То есть я делаю скриншот, он у меня переходит в буфер обмена, а дальше я его вставляю, куда мне нужно. Но если мне нужно сохранить скриншот отдельным файлом, я нажимаю другую команду, Command-Shift-5, также выбираю отдельный участок экрана, и теперь он у меня сохраняется как файл. Нажимаем, сохранить все. Я могу сделать скриншот отдельной программы. Нажимаю Command-Shift-5, как у меня у вас, то может быть по-другому все настраивать. Нажимаю на пробел, и выбираю Telegram, и у меня сохраняется отдельно скриншот Telegram. Это очень удобно, если вам нужно с кем-то быстро поделиться снимками экрана. Для тех, кому сложно вызывать скриншоты шорткатами, есть отдельная программа, она так и называется, снимок экрана, где я ее вызываю, и я могу сделать снимок всего окна, снимок выбранного окна, либо же выбранной области, а также я могу сделать запись всего экрана или запись выбранной области. Например, я нажимаю запись выбранной области, редактирую то, что мне нужно, и записываю экран как видео, а потом отправляю какому-нибудь своему другу. От скриншотов и записи видео экрана давайте перейдем к тому, где брать приложение для macOS. Если вы пользуетесь iPhone, то для вас будет знакома такая иконка Apple Store. В последнем обновлении на момент записи этого видео в macOS Mojave Apple представила обновленный Apple Store. Он очень похож на то, что было представлено вместе с iOS 11 для iPhone, и теперь программы у нас подразделяются на такие категории, как творчество, работа, игры, разработки. Также мы можем быстро найти приложения в различных категориях, которые нам интересны. Например, давайте посмотрим социальные сети. Здесь мы видим, что есть раздел топ платных, топ бесплатных, все как на iPhone. Нажимаем смотреть все, и мы видим сразу чарты того, что у нас есть топ бесплатных приложений для социальных сетей и топ платных приложений. Здесь мы можем сразу загрузить, либо же открыть, которые у нас уже установлены, например, Telegram. В macOS можно устанавливать приложения, которые по каким-то причинам недоступны в App Store. Например, у меня есть утилита CleanMyMac, которая слилится состоянием ноутбука, а также чистить мусор. Недавно мне пришло ее обновление, которое вы можете видеть, как образ диска. Вообще, все установочные файлы в macOS, если вы скачете их с интернет, они идут в образе диска. Давайте я вам покажу на примере, как установить программу, которую мы скачиваем не с App Store. Я запускаю образ диска, он у нас появляется, и как происходит, собственно, процесс установки. А сам процесс гениально прост. Мы заходим в папочку программы и перегибаем с этой папки иконку CleanMyMac в папочку программы. Меня просят заменить, так как у меня уже установлено. Мы заменяем. И все, у нас произошла установка программы. Очень просто, очень интуитивно понятно. Опять же, если вы захотите удалить какую-нибудь программу, допустим, ту же самую CleanMyMac, мы просто выбираем ее конку и перемещаем корзину. Все, программа у нас удалена. Все очень просто. Также информация для тех, кому нужен профессиональный софт macOS. Но, как вы знаете, все профессиональное, в основном, стоит денег. Это неудивительно. Разработчики хотят вознаграждения за свой труд. Я их полностью в этом поддерживаю. Но бывают ситуации, когда программы стоят слишком дорого, либо вы сейчас еще не можете их себе позволить. Например, такая программа, как Final Cut, где я монтирую видео. Давайте посмотрим, сколько она стоит в App Store. Final Cut. И мы видим, что в App Store она стоит 23 тысячи рублей. И что достаточно много, как вы можете понять. И в macOS вы, конечно же, можете скачать все эти программы с торрентов. Я к этому не призываю. Если вам интересно, вы сами найдете. Но, как бы, грустно, такая возможность есть. Теперь давайте поговорим про шорткаты. Шорткаты – это сочетание клавиш, и они являются очень большой частью в операционной системе macOS. Как вы могли уже раньше заметить, если я перехожу в настройках какой-нибудь программы, то все подпункты меню у нас справа обозначены шорткатами, как мы можем быстро осуществить то или иное действие с помощью сочетания клавиш. Также все системные шорткаты вы можете найти в настройках, в пункте клавиатура. Заходим в клавиатуру, сочетание клавиш, и мы можем здесь настраивать отдельные клавиши для управления системой. Например, те же самые снимки экрана, которые я показывал в предыдущем фрагменте обзора. Давайте покажу те шорткаты, которыми пользуюсь лично я, и которые на самом деле являются базовой необходимостью для удобной работы в системе. Первое сочетание клавиш, которое я хочу показать, это то, как закрыть полностью открытую программу. Допустим, мы перейдем в Google Chrome, мы видим, что у нас открыто несколько вкладок, и чтобы полностью закрыть Chrome, нужно перейти в Chrome, и выйти из Google Chrome, и видим сочетание клавиш Command-Q. Например, если я нажму просто на крестик, видите, программа не закрылась, она висит в фоне. То есть вкладки закрылись, но сама программа нет. Но чтобы мне полностью из нее выйти, я нажимаю на сочетание клавиш Command-Q, и как видите, программа полностью закрыта, дот под ней пропадает. Следующее полезное сочетание клавиш, это то, как закрыть активное окно программы. Например, сейчас мы находимся в Finder. Finder – это та программа, которую невозможно полностью закрыть, то есть она является частью системы. Чтобы мне быстро закрыть отдельное окно Finder, я нажимаю на сочетание клавиш Command-W и закрываю отдельные окна программы. Это работает не только в Finder, а также и в других программах, где есть активные окна. Следующее сочетание клавиш используется для того, чтобы быстро удалить конкретный файл или папку. Например, я выбираю вот эту фотографию и нажимаю на сочетание клавиш Command-Backspace, и файл у нас перемещается в корзину. Закрываем окно сочетание клавиш Command-W и, например, я хочу удалить эту папку. Снова используем сочетание клавиш Command-Backspace вместо того, чтобы нажимать на нее правой кнопкой мыши и удалить. Это очень хорошо экономить время. Также, помимо стандартных сочетаний клавиш на примере Windows, как Ctrl-C и Ctrl-V, здесь это сочетание клавиш Command-C и Command-V. Выбираем файл, нажимаем Command-C, мы его копируем, Command-V, вставляем. Но что, если я хочу вырезать файл с папки? Например, взять вот этот файл и перенести его на папку Рабочий стол. Давайте попробуем сочетание клавиш, как на примере Windows, там у нас мы используем сочетание клавиш Ctrl-X. Я нажимаю сочетание клавиш Command-X и ничего не происходит. В macOS для того, чтобы вырезать файл и вставить его в другую папку, у нас нужно использовать другой сочетание клавиш. Мы используем сочетание клавиш Command-C, то есть мы файл копируем, переходим на рабочий стол и используем сочетание Option-Cmd-V. Мы вставляем файл из другой папки. Давайте проверим. Как видите, файл перешел из одной папки в другой. Давайте снова продемонстрирую. Command-C Option-Cmd-V Вырезает файл из одной папки и вставляет в другую. Следующее полезное сочетание клавиш позволяет нам быстренько просмотреть свойства конкретного файла или папки. Нажимаем на этот файл и используем сочетание клавиш Command-I и видим всю необходимую нам информацию об этом файле. Закрываем окно с помощью сочетания клавиш Command-W и работаем дальше. Также можно использовать сочетание клавиш для открытия файлов или папок. Конкретно в данном случае нам, конечно, было бы удобнее использовать быстрый просмотр либо двойное нажатие на файл, чтобы его открыть. Но у нас бывают также архивные папки, которые, чтобы открыть, надо нажать правой кнопкой мыши и извлечь конкретно в эту папку или какой-нибудь архивный файл. Вместо этого вы можете использовать сочетание клавиш Command-O которые у нас открывают любой файл или папку. Быстрое изменение языка. У меня оно стоит как Command-Пробел. По умолчанию оно вроде бы немножко по-другому, я уже не помню, но мне более удобно использовать Command-Пробел. Допустим, сейчас я пишу Привет по-русски. Нажимаем Command-Пробел. У нас, видите, поменялся язык на английский и Плаг Америки. Пишу Hello. Допустим, мы работаем в какой-то папке, нам заходит незнакомый человек. Если мы сидим на работе и нам надо срочно закрыть какую-нибудь программу или папку, или файл, воспользуемся сочетанием клавиш Command-М и открытая программа сворачивается у нас в док. Теперь давайте быстренько расскажу, какие у нас есть стандартные приложения в macOS. Перейдем в лаунж-пад внутренним щипком на трекпаде и видим, что у нас есть очень множество хороших, полезных программ. Например, контакты, почта, напоминания, заметки, книги, карты. В macOS появится такие программы, как диктофон, управление домом или акции. Также в macOS стандартно и бесплатно поставляются аналог офису Microsoft. Такие приложения, как Numbers, Keynote и Pages, то есть аналог Cale, PowerPoint и Word. Также вместе с macOS вы можете бесплатно пользоваться такими приложениями, как GarageBand. Это приложение для создания и управления звуковых дорожек достаточно полупрофессионально. А также iMovie это достаточно простой редактор для создания видео. В общем, это все, что я хотел вам рассказать кратенько про macOS, про ее основы интерфейса, что можно использовать в работе. Надеюсь, это видео было достаточно полезным для очень многих людей и помогло вам разобраться в основах работы с macOS. Если этот обзор вам понравился, вы можете подписаться на канал, это будет лучшая благодарность от вас для меня, если обзор правды будет для вас полезен. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok